Как им выжить, как им зайти в топ-8? Мы не увидим другой доты, но, наверное, мы ничего и не ждали. Будет печально. Всем привет! Подходит к окончанию второй день групповой стадии. Для вас он уже закончился, и давайте обсудим краткие итоги. Группа А, и если вчера день шел как по маслу, то сегодня, конечно, много сенсаций. Но есть и очевидные вещи. Китайский триумф команды Inukes Gaming пока идет практически безошибочно. На удивление, казалось бы, команда сидит в комнатах. Условия не самые удобные. Хотя, как сказать, да, возможно, как раз эти условия и комфортные для Inukes Gaming. Все в комнатах, никто не мешает. Выходить не надо, ты погружен полностью в доту. LGD, естественно, идут. Отлично! Есть небольшие ошибки. Да, может быть, не такая идеальная дота, как вчера. Но, естественно, мы эту команду ожидаем в сетке винеров. И, похоже, почти все команды там окажутся. Даже Астер, который теперь играет в полном составе, и, надеюсь, продолжат играть дальше, показывают классную доту, обыгрывают OG, казалось бы, 2-0. Поэтому три, а может быть, и четыре китайские команды окажутся в винерах. Перейдем к команде OG. Вот это для меня загадка. Если вчера казалось, что они могут выиграть любыми героями, то теперь уже такого ощущения нет. Команда не выглядит стабильно. Хотя, с другой стороны, это ведь OG. Когда они выглядели стабильнее, всегда вакханалия какая-то. Эта команда просыпается ближе к плей-оффу. Южная Америка. Любимый регион студии RUHUB. И тут, ну, трудно сказать, есть ли сенсации. Команда Biscoz традиционно показывает класс. Команда Biscoz обыгрывает команд со своего региона. Команда Biscoz сейчас в данную секунду на третьем месте в группе. То есть, есть вероятность, что они смогут пройти в плей-офф через сетку винеров. Это, конечно, чудеса какие-то. Но не забываем, 9-й инт это топ-8 результат. Это было чудо, а, глядишь, теперь и сможет быть топ-6. SG Sports обыгрывает Fnatic в чистую 2-0. Две затяжные игры. Я советую вторую карту последние минуты здесь пересмотреть. Там, конечно, 60 минут плюс. Нереальные баталии были. И смогли SG-додавить. Бразилия душит. И Южная Америка оказывается неспроста на интернешнале. Потому что было много вопросов, что за Южная Америка. Почему столько слотов? Их три. А могло быть и четыре. Если бы на Упинге там одну игру выиграли, было бы четыре слота. И в итоге Южная Америка оказывается выше наших ребят из СНГ. И вот о них мы как раз и поговорим. Если вчера Virtus.pro это был триумф, а спирит и разочарование, то сегодня все. Ну, практически наоборот. ВП проигрывают все матчи. И есть у меня опасное ощущение, что ВП уже играют на полную мощь. То есть мы не увидим другой доты. Все пишут про доунбрейкера. Что почему ребята вписались в этого героя. Я не думаю, что это какая-то конкретная заготовка. Герой появился относительно недавно. И навряд ли команда подозревала, что этот герой точно будет на International FCM моде. Поэтому навряд ли это какая-то заготовка, которую команда готовила несколько недель. Не думаю, что ВП от нее откажется. Потому что, ну, в общем-то, против OG, как мы видели, это могло сработать даже дважды. Если бы ребята смогли дожать игру чуть пораньше. Главная проблема, что не получается закончить лэйгейми с этим героем. Но по поводу того, что будет дальше для ВП, я буду удивлен в данный момент, если ВП смогут закрепиться в сетке Вейнеров. Команда, надеюсь, не тельтанет. Вот, вот что самое опасное, если команда будет тельтовать. Ну, вот как с Лазарем я общался, что команда независимо победила, проиграла, спокойно принимает это. Если команда Virtus.pro спокойно принимает поражение, тогда все должно получиться. И все-таки Вейнеров ребята должны зацепиться. Spirit и наоборот сегодня показали классную доту. Ну, смогли наконец-то победить, притом Elephant. Но Elephant неспроста считали, как команда, которая не является фаворитом, казалось бы, столько имен. Команда, которая, в общем-то, когда только появилась, казалось, что это финал Интернешнл и поехали. А в итоге Elephant будут бороться за сетку Вейнеров. И единственная команда, с которой, похоже, мы прощаемся, это Thunder Predator. Проигрывают они все, что можно. Проигрывают и встречи с командами из своего региона. Проигрывают, естественно, встречи и с европейскими командами. Притом без шансов. Очень много ошибок. Пока вот единственная команда, которая выделяется. Но, наверное, мы ничего и не ждали. И есть еще одна команда. Quincy Crew. Вот тут для меня, конечно, разочарование. Как так? Команда из Северной Америки. Столько ожиданий. И Явар, и вот этот легендарный бразильский игрок Лелис. И так все плохо. Ребята проигрывают практически всем. В данную секунду занимают последнее место в группе. И как им выжить, как им зайти в топ-8, непонятно. И с другой стороны, Undying. Команда, про которую даже я, даже я был уверен, а я эксперт в Северной Южной Америке, был уверен, что, ну, Undying куда? Куда они могут пройти? А в итоге, в данный момент, по-моему, они на четвертом месте. То есть, в данный момент они в сетке Венеров по итогу двух игровых дней. Как так происходит? Казалось, что после победы Virtus.pro на Undying все. Я на эту команду как-то забил. Я понял, что все, с ними все понятно. А в итоге Undying умудряется отжимать очки, умудряется зарабатывать 2 балла. То есть, выигрывать подчистую матч. Undying это, наверное, на сегодня главное удивление. Если с LJD все понятно. С OG понятно, что они нестабильны. Секреты, окей, разберемся. Уверен, что они будут в плей-оффе, и там уже мы увидим совершенно другую команду, Пупея. То вот Undying это удивление. И даже интересно, насколько далеко они смогут забраться. Игры третьего игрового дня. И для ВП завтра легкая прогулка. 2 очка против Thunder Predator. Тут, я думаю, вопросов нет. Ребята могут взять и Domebreaker, и кого угодно, и просто играть свою доту. Наши ребята из СНГ просто сильнее. И потом, главное, проверка. Это будет, возможно, даже битва за сетку Винеров и Вилджиниусы. Которые выглядят классно. Я их поставил в компендиуме как победителя TI, но видим, что команда тоже не играет идеально. Вспоминаю, что и вчера IG 2-0 обыграли. И ВП под силу, ну, минимум одну карту забрать. Если и здесь поражение, то вопрос, а что делать в плей-оффе, если ты проигрываешь всем грандам? Это вопрос риторический, понятно, но будет печально. И самые интересные матч дня ЕГЭ-ОГЭ. Битва, которую пропускать нельзя. Хоть и нет СНГ ребят наших, но битва Сумаилу против тоже, казалось бы, экс-клуба. Будет любопытно посмотреть. Не пропускайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова